Всем здравствуйте! Меня зовут Марина Петрова. И сегодня я буду рассказывать о четырех основных видах корзин, которые всегда представлены на моей выставке продажи. Эти корзины очень востребованы и прекрасно продаются. По своей ценовой политике они все очень и очень разные. А мы должны предложить клиенту букеты и корзины от и до до до. Что самое главное, что работы в корзинках всегда сохраняют свой первоначальный эстетический вид. Если клиент купил очень красивый букет, но у него нет подходящей вазы, букет может потерять свою привлекательность. Но наши корзиночки нас всегда выручают. И они всегда выглядят так, как мы их сделали. Корзины, конечно, намного легче делать, чем тяжелые букеты на каркасе. Поэтому при своей работе я всегда чередую букеты и корзины. Это очень удобно. А также, дорогие мои, не забывайте, что они нас очень выручают на 8 марта. Можно предварительно забить корзинку зеленью и в самый последний момент поставить цветы. Итак, моя любимица это круглая пушистая корзина с симметричным распределением материала. Научившись делать эту корзинку, дальше вы будете делать любые формы. Горизонтальные, центральные, сгруппированные корзинки. Это основа. Сегодня мы начнем с этой корзинки. Также свое внимание привлекает, конечно, наша красавица горизонтальная корзина, которая позволяет мне показать красоту экзотических цветов. Орхидеи, антуриумы, каллы, стрелиция, даже гладиолусы здесь великолепно работают. И именно такая корзина отлично разбивает круглые формы букетов. Также я вам расскажу, как делать вот такие вот сгруппированные небольшие корзиночки. Они представлены у меня в каждой теме. Их очень любят. Это плотная, сгруппированная корзинка. Я очень люблю добавлять фрукты и овощи. Здесь я добавила перчики, физалис. В белой корзиночке я использую яблоки. В розовой вы можете использовать виноград, в красный гранат, но не переборщите. И, конечно, наша королева – это центральная корзина, которая всегда у меня представлена в одном экземпляре. Здесь у нас совмещение экзотических цветов. И можно добавить близкие к полевым, такие как лизиантус. Постановка материала большими группами. Она всегда востребована, она всегда популярна. Это юбилейная, серьезная, большая, презентабельная корзина. Это наша королева на нашей выставке. И сегодня я вам покажу, как делается каждая из этих корзин очень и очень подробно. Мы начинаем делать мою любимую, мою волшебную, пушистую корзиночку с симметричным распределением материала. Эта корзиночка, так же, как и букет в упаковке, позволит вам двигаться дальше грамотно, правильно, легко, уверенно. Давайте будем соблюдать определенные правила перед тем, как мы делаем эту корзиночку. Как видите, азис у меня на сантиметр выше, чтобы я могла спокойно ставить зелень. Азис вырезан, вот такие фрагменты вырезаны. Для чего? Для того, чтобы, когда мы поливаем нашу корзиночку, а перед тем, как мы начинаем работать, мы всегда поливаем азис. И вот, посмотрите, пальчик вы поставили, и я чувствую, какой уровень у меня воды. И таким же образом легко поливать готовые корзинки в холодильнике. Вот воды, в принципе, достаточно. Все, я чувствую, вот здесь вода. Можно начинать нашу корзиночку делать. Так, правила мы соблюдаем. Пленка в два раза, азис чуть выше, срез только ножом. Задаем объем нашей корзинки. Я вам предлагаю два варианта формирования папоротника. Вы можете его наформировать перед тем, как делать корзиночку, вот такими фрагментами. И вы берете тогда готовые фрагменты и задаете объем. Эта корзинка у нас может быть вот такой маленькой, пушистой, средней, большой и суперогромной, дорогой корзины, которую вы можете посмотреть на моем сайте. Мы начинаем делать среднюю корзинку с постановки материала. Первый – это лидерварен. По зелени у меня обычно уходит три вида зелени. Основная зелень, которой я задаю объем и высоту – это лидерварен. Вторая зелень – салал или эвкалипт. И легкая нежная зелень – буплерум или альчимила. Вы должны провести аналог этой корзины, как я вам показывала букет в упаковке. Легкая и полевая. Поэтому мы начинаем сегодня делать легкую и полевую корзинку. Поехали! Так, сдаем объем нашим папоротникам. Он маленький, поэтому я его поставлю в серединочку. Почему нам необходимо работать быстро? Во-первых, мы работаем с живым материалом. Не надо его мучить. И вы должны понимать, что это большой стресс для цветка. Перемещение из холодильника в тепло и обратно. Поэтому я стараюсь вынести то количество цветов и зелени, которое мне необходимо для одной работы, максимально быстро сделать и быстренько поставить готовую работу в холодильник. Великий Питер Хесс, у которого я училась, это был мой самый-самый первый учитель, давно говорил. Букеты надо делать быстро, потому что время флориста – это деньги. Если вы не заработали на чашку кофе, делая ваш букет или композицию, то вам надо менять профессию. Не забываем о том, что мы зарабатываем деньги. Качественно, грамотно мы зарабатываем деньги. Итак, мы задали объем лидер Вареном. Теперь нам надо задать высоту. Сдаем высоту. Берем первый лидер Варен. Так, вот наша точка высоты. И вокруг него делаем звездочку. Между вот этими папоротниками делаем первую звездочку. Сейчас дальше будет понятнее. Делаем вот такую вот мы быстренько звездочку. Те фрагменты, которые у меня остаются, я перекрываю оазис, чтобы он, как мы говорим, не светился. Оазиса не должно быть видно. Эта корзинка очень популярна, очень востребована и прекрасно продается. Просто прекрасно. На моей выставке продажи они представлены в двух темах – в белой и в синей, то есть по краям холодильника. Я закончила постановку основной зелени. Это папоротник. Я задала объем и высоту. И теперь, перед тем, как я буду ставить вторую зелень, это эвкалипт, я покрою лидер Варен лаком для зелени. Для того, чтобы он не так сильно подсыхал. Теперь я начинаю постановку второй зелени. Эвкалипт. Так как у меня корзиночка розовая. Значит, как мы ее ставим? Между лидер Вареном, между. И потом серединки я буду соединять. Маленькие фрагментики поставили и соединили. Иди ко мне поближе. Маленькие фрагменты. Так, сейчас мы ставим третью зелень, буплером или альчимила. Зелень у меня из воды, поэтому я ее должна очень быстро поставить между эвкалиптом. Мы ставим третью зелень. Такая звездочка у нас красивая из зелени получается. Постарайтесь тоже поглубже, хотя бы на полтора сантиметра поставить. Буплером очень нежный, ему очень много влаги надо. Если эвкалипт подсохнет, ничего страшного, он также останется такой же красивым. А буплером нет. Мы закончили ставить третью зелень, и наша корзинка готова к тому, чтобы мы ставили цветы. Перед тем, как вы будете ставить цветы, будьте добры соблюдать определенные законы. Этот закон я использую при составлении корзин и при составлении букетов. Закон бутона. Посмотрите, в природе Господь Бог создал цветы, и бутоны у нас всегда находятся выше, чем открытый цветок. Поэтому вот наша высокая точка, это наш первый цветок. Выберите его, чтобы он был максимально закрытый. И так же, как в природе, от бутонов потом более открытые, потом совсем открытые цветы. Этот же принцип мы используем при постановке материала в корзинке. Самая закрытая роза, менее закрытая и открытая роза. Начинаем ставить наши цветочки. Ставим ее. Вот определили точку высоты, лидер варен эвкалипт. И по этой же точке мы поставили первую нашу розу. Первая. Пошли, 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 пошли. Смотрит на меня розочка. Вторая. Третья. Мы сейчас делаем скелет из розы. Четвертый. Потом, как только мы поставили розы, сейчас поставим, дальше можем ставить любые остальные цветы, которые заказал клиент. Или нам так захотелось. Так, пять, шесть. Поставили основной цветок. Направление розы. Центральное смотрит вверх, потом чуть-чуть на вас и дальше вниз. Вот так. Все. Полусфера. Аккуратненькая, ровненькая полусфера. Теперь мы работаем между розами, между розами. Второй цветок – это у меня гербера. Вы можете определить или орхидеи, или герберы, или то, что вы хотите. Но после того, как вы поставили основные розы, дальше вам будет работать легко. Ставим. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у меня три вида зелени, и мне достаточно сложно ввести цветок. Представляете, если бы вы сделали это более объемнее? Когда ко мне приходят флористы на работу, я прошу первое показать, как они делают букет в упаковке, и как они делают круглую симметричную корзину. И самая большая ошибка, когда человек ставит большое количество зелени, плюс гипсофила, плюс вакслауэрс. То есть должно быть понимание, что корзинка должна быть полупустая, полупустая. Потому что, когда вы только поставили зелень, вам хочется еще добавить, и еще добавить, и еще добавить. Но мы будем ставить цветы. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, минимальное количество... Вот сделали вы скелет из папоротника, эвкалипта, чуть-чуть буплерума, все, не ставьте больше. Если вы захотите, чтобы она у вас была более наполненная, вы можете в последний момент всегда добавить или гипсофилу, или вакслауэрс. И все остальное. Ровненькое, симметричное распределение материала. Роза гербера. Если вы хотите сделать более дорогую корзинку, перед постановкой третий цветок у меня лезиантус, перед постановкой лезиантуса можете поставить орхидею. Вот в это пространство, вот, роза гербера гербера, вы можете ставить орхидею. Вы можете ставить орхидею, вы можете ставить орхидею, пройтись орхидеями между треугольником цветов. У вас будет еще один треугольник, но он такой будет у вас более плотный. Роза гербера орхидея. И потом вы уже разбавляете этот создавшийся треугольничек. Но в эту корзинку сейчас я не буду добавлять орхидею, потому что у нас сегодня по мастер-классу есть отдельная орхидейная корзина. Но вы будете знать, я вам показала принцип. Сейчас я буду добавлять только лизиантус. Также лизиантус мы добавляем, начинаем с бутончиков, выбираем бутоны, и бутоны лизиантуса распределяются от центра к краям корзины. Бутончики мы наши поставили. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы у вас цветы не стояли на одном уровне. Посмотрите, вот у меня есть маленькая веточка лизиантуса, я ее ставлю поглубже. Любые цветочки, которые у вас остались маленькие или сломались, поставьте, пожалуйста, их поглубже, чтобы было хотя бы два уровня, глубина и высота. Не старайтесь сделать, чтобы все цветы у вас были распределены в одной плоскости. Обязательно соблюдайте уровни. Ну, с лизиантусом это легко работать, потому что здесь уровни и так как бы есть. На эту корзину должно уходить не более 15 минут. И между роз и гербер мы симметрично распределяем наш лизиантус. Наша круглая, пушистая, любимая моя корзиночка с симметричным распределением материала, наша основа основ перед всеми остальными корзинами готова. Когда вы научитесь делать эту корзину, все остальные корзины будете делать легко и с удовольствием. А также эти корзины мы можем делать в разной цветовой гамме. И они также нам подойдут очень хорошо на Новый год, если мы введем разные виды хвойников или крашеный эвкалипт, или крашеный аспарагус плюмозус. Добавим немножко новогодних игрушечек. И, пожалуйста, у нас эта корзина к Новому году. Сейчас я показываю еще один вариант. Это аналог нашей пушистой корзинки с симметричным распределением материала. Я буду делать сейчас орхидейную корзину. Поэтому зелень должна быть распределена чуть-чуть пониже. Орхидейки у нас стоят в капсулах, и нам не надо большой объем. Ну, также полусфера. Это может быть монокорзина. Вы можете использовать один вид цветов. Вы можете ставить ромашки, орхидеи, тюльпаны или другие цветы, какие вы хотите. Как ставить зелень я вам уже показывать не буду. Так же, как и в симметричной корзинке. Сначала папоротник, потом эвкалипт. И третий цветок – это ваксфлауэрс. Девочки, возьмите, пожалуйста, эту корзиночку на заметку. Это очень хорошая заготовка к большим праздникам, особенно к 8 марта. Вот так вот вы подготавливаете корзиночку и потом ставите любые цветы. Очень удобная корзина, и особенно орхидейная. Она очень долго стоит. Ну что, начнем делать корзиночку. Также центральный цветочек у нас орхидейка по центру. В шахматном порядке, как мы ставили наши розы, мы ставим орхидею. Это как бы уже переход между корзинкой и композицией в оазисе. Эту корзинку, этот вариант постановки материала, можно использовать в красивой тарелке или в чаше. Будет великолепно смотреться. Вот, красота. Уже даже с розовой красиво. Ее можно не добавлять в следующую. Но сегодня мы с вами работаем в розовой тональности, в розово-зеленой добавим зеленую орхидейку. Возьмите. 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 Все. Моя корзиночка орхидейная. Готово. Итак, мастер-класс по составлению корзин, которые представлены в моем магазине, которые вы всегда можете увидеть на моей выставке в продаже, завершен. Если будут вопросы, пишите. Я желаю всем удачи! Продолжение следует...